МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бедный оленевод сталкивался с различными механизмами современной цивилизации, автомобилями, лифтами, метро. Когда я подрос, я понял, что это история о столкновении первобытной культуры с современным миром. А затем, когда я оказался на студенческой практике на Чукотке и ездил туда на протяжении нескольких лет, я понял, что это обернулось настоящей гуманитарной, демографической и социальной катастрофой для малых народов Севера. И действительно, в столкновении коренных народов с европейской цивилизацией на протяжении последних 500 лет практически все они проиграли. Могут ли малые народы вписаться в современный мир? И что мы можем сделать для того, чтобы сохранить их уникальные языки, их уникальные знания о мире для современной цивилизации? Говорим об этом в сегодняшней программе. Наши гости Людмила Сергеевна Богословская, доктор биологических наук НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева. Добрый вечер. Добрый вечер. И Алексей Станиславович Автономов, доктор юридических наук Институт государства и права Российской академии наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Одна из главных книг европейской цивилизации наряду с Дон Кихотом, Фаустом и Библией – это Робинзон Крузо. Своего рода настоящая энциклопедия индивидуализма, практического, предметного отношения к миру. Робинзон подобен Богу. Он создает свой мир и дает имена вещам. В том числе он дает имя Туземцу, у которого нет индивидуальности, нет памяти, нет собственного прозвища. Это имя Пятница. Прежде всего я сообщил ему, что буду называть его Пятницей. Я выбрал для него это имя в память дня, когда спас ему жизнь. Затем я научил его произносить мое имя. Научил также выговаривать «да» и «нет» и растолковал значение этих слов. Впоследствии англичанин Робинзон Крузо еще многому научит юношу из племени дикарей, пытаясь привить ему европейские навыки, образ жизни и даже христианскую мораль. Впрочем, в последнем ему не удастся преуспеть. Но от основных дикарских привычек Пятница все же откажется под влиянием своего старшего брата. Именно так воспринимался англичанин по отношению к жителю далеких островов в 1719 году, когда Даниэль Дефо издал свой роман. Взаимодействие просвещенного европейца с человеком природы стало одной из основных сюжетных линий романа. Сегодня он был бы расценен как воплощение глобализма. Ведь под влиянием Робинзона Крузо Пятница потерял самобытные черты. Ведь Робинзон, помимо прочего, это и роман воспитания, да? Своего рода такая книга, из которой затем уже вырастает просвещение. Некий такой кодекс белого человека, да? Робинзон гораздо более многоплановый. Он не кодекс белого человека, а кодекс человека, который осваивает природу. Там есть элементы белого человека и не только. Сам Робинзон Крузо пересматривается из взгляда. Он же чем занимался по полносту? Работорговлей. То есть как он относился к туземцам? Здесь он в пятницу увидел человека. Да, он его цивилизует. Но это представление о цивилизаторской миссии белого человека до начала XX века существовало. А какова, Ленова Сергеевна, роль христианства во всем вот этом распространении западной цивилизации? В принципе, христианство, оно основано на развитии таком линейном. А коренные народы, линейном, и оно включило христианство сейчас в себя науку. А вот, как я понимаю, проработав долгое время на этой самой Чукотке, коренные народы, у них процесс жизни – это культурный процесс. Ну, кроме того, циклический, наверное, не линейный. Как вот этот вот самый бубен шаманский, да, у нас здесь, потому что это круг жизни. И христианство, поскольку это монотеизм, то, конечно, оно не может мириться с обилием богов, с одушевлением всего и вся. Потому что до сих пор для вот тех наших коренных малочисленных народов Алексей Станиславович больше меня ездил по миру, и у него больше знаний зарубежных, про наших, я могу сказать. Для них все одухотворено и одушевлено. И природа одухотворена. Ведь христианство, оно убирает дух из природы, да? Нет, я могу сказать, что падение, с моей точки зрения, европейской цивилизации началось с эпохи Ренессанса, когда человек был, стал равен Богу. В особенности, начиная вот с эпохи где-то действительно рационализма, вот с 17-18 лет. Да, после Декарта, да, после Декарта. Это так. Природа – это ресурс, из которого можно черпать какие-то... Ну, как лозунг. Мы не можем ждать милости от природы, да? Да, взять их у нее наша задача. Вы знаете, вот из того, что сейчас сказали, мне особенно интересна мысль о ресурсном подходе к планете. В том числе, что люди сами тоже являются ресурсом, как руда, как лес. Ресурсный подход к планете привел к исчезновению лесов, биологических видов и целых народов, как, например, аборигенов Тасмании. Эта несовершенная аудиозапись – единственная на сегодня возможность послушать язык аборигенов Тасмании. На нем никто не говорит вот уже более ста лет. В начале 20 века не стала последней носительницей тасманийского языка – Фанни Кокрейн Смит. Но ее голос успели записать на восковых цилиндрах. Эти записи и списки некоторых слов – вот и все, что осталось от вербальной культуры аборигенов Тасмании. На острове Тасмания, недалеко от южного побережья Австралии, сегодня живет около полумиллиона человек. Большинство из них – потомки белых колонизаторов. Есть индийцы и китайцы. Нет только чистокровных тасманийцев, населявших когда-то этот остров. Когда в начале 19 века здесь появились первые европейцы, на острове жило примерно 7 тысяч коренных обитателей. Но через 30 лет тасманийцев оставалось всего 300. Причиной стали болезни, завезенные из Европы, и убийства, которые совершали колонизаторы. Позднее именно с Тасманией начнется эксперимент правительства Британии над австралийскими народами, которые в 20 веке называли античеловеческим. В 1869 году был принят закон о защите аборигенов, действие которого коренные австралийцы испытывали на себе целое столетие. «Мне было 5 или 6 лет, когда они забрали меня из дома. Я хорошо помню тот день. Пришла полиция, мама заплакала. Больше я никогда ее не видела». Тысячи подобных историй рассказывали дети из так называемых украденных поколений. С 1869 года правительство забирало детей у коренного населения и помещало в специальные интернаты. Родители не имели права не только протестовать, обычно они даже не знали, куда именно увезут ребенка. Формальным предлогом была забота правительства о детях, попытка поместить их в лучшие условия. В реальности их использовали как бесплатную рабочую силу. Из мальчиков растили работников для сельского хозяйства, из девочек – прислугу. Детям давали новые англосаксонские имена, меняли в документах дату рождения. Им запрещали говорить на родных языках и соблюдать национальные традиции. Так уничтожалась культура народов Австралии. Когда в 70-е годы 20 века началось расследование по делу украденных поколений, вскрылись многие подробности обращения с детьми аборигенов. Выяснилось, что их часто недокармливали, а насилие в интернатах было вполне обычным делом. В 1997 году Тасмания стала первым австралийским штатом, где правительство принесло извинения украденным поколениям и даже выплатило компенсацию 40 потомкам аборигенов. Но чистокровных тасманийцев среди них уже нет. Последней настоящей тасманийкой была женщина по имени Труганини. Она умерла в 1876 году. Ее скелет отправили в музей, где он и демонстрировался вплоть до 70-х годов 20 века. И лишь спустя столетия после смерти Труганини потомки выполнили ее последнюю волю. Развеяли прах своей прародительницы над океаном. Типичная история. Сложная ситуация, потому что, так сказать, что это всегда типичная история. Потому что все-таки в Австралии одна ситуация, скажем, в Новой Зеландии, даже совсем рядом, там Маори оказали довольно-таки активное сопротивление. И, в общем-то, война прекратилась договором 1744 года, который до сих пор действует. И Маори сохранили за собой определенные права. Да и до сих пор они живут в Австралии. Даже есть не Маори, которые уже изучают язык Маори. Появился письменный язык. Поэтому каждая страна, она уникальна по-своему. Но по методам. Интересно, например, вот это вот то, что отъем детей и отправка их в интернаты. Вот то, что я на Чукотке видел. Да, то, что у нас процветало. И моя очень близкая такая подруга, эскимосская, Людмила Айнана, она рассказывала, что в пятом классе им запрещали говорить на родном языке. Они собирались у кого-нибудь на кровати, закрывались одеялом и разговаривали. Мы повторили ошибки всех народов. Ну, кроме такого физического уничтожения, и надо отдать должное, вот наша миссионерская церковь, когда она не допускала таких вещей. Но вот отъем насильственный и как бы выдирание детей из культуры, я присутствовала при прилете вертолета к оленеводам, когда оленеводы запаковывали своих детей на нафтах, как какие-то свертки, чтобы их не забирали в школу. Все-таки нельзя забывать, что у нас появилась письменность для многих народов, которые не имели. То, что вот запрещали говорить на языках в школах, это у меня все-таки такое ощущение, что это местное творчество или, по крайней мере, какие-то негласные инструкции, потому что, насколько я знаю, официально никаких запретов не было. И более того, потому учебники составлялись на этих языках народов, чтобы они могли сохранить. Другое дело, что сохранить в полной мере культуру, будучи оторванными от повседневной жизни, в интернате, который находится далеко от стойбища, наверное, невозможно. Это ж надо каждый день в этом вариться. Но, например, восстановить письменный язык, как мне кажется, намного проще, чем языкусный. Вот умерла последняя тасмонийка. Кто сможет восстановить? Ну, у нас сейчас такое положение по иске МОСАМ. Ну, по многим. Худыгейцам. Да, язык знают один, два, три, не более пяти человек. Мы ближе даже к европейской, в европейской России, вепсы, например, вот малые, у графинские, там один-два человека остаются. Это еще есть процессы естественной ассимиляции. Во-первых, метисирование происходит очень сильное. То есть люди меняются генетически. И если взять, как бы, этническую принадлежность, она передается двумя способами. Генетическим и культурным. Скажем, сами. Они не пьют молока. Исходно. У них там нет фермента, который распиляет молочный сахар. Но сейчас сами уже настолько метисированы русскими, что они, как мы, они могут пить молоко. Но культурная традиция продолжается. Они не пьют молока. С молоком то же самое, что с огненной водой произошло. Да, ведь тоже у них, у всех вот этих коренных народов не было фермента, которые разлагают алкоголь. На Аляске, вот мне довелось работать, там есть поселки мокрые, они сами решают свою судьбу. Сухие и полусухие. Значит, у нас в советское время алкоголь выдавался в субботу-воскресенье. А вот так, чтобы он продавался все время, именно в национальных поселках, этого не было. И сейчас, я считаю, что это основная беда. И есть небольшая, надо сказать, группа людей, которые, конечно, отказываются. Вот, скажем, село Лорина на Чукотке, Чукотское село, там группа мужчин решила, что мы не пьем. Но их дети пьют. Знаете, я думаю, что трагизм всей этой ситуации, он вообще в психологическом подходе белой цивилизации европейского человека. Потому что даже с благими намерениями, те, кто приходили, потому что в этноциде малых народов принимали участие не только классические колониальные державы, но даже те державы, которые построили свою судьбу на борьбе с колониализмом, как Америка. Потому что обратная сторона американской мечты, американского образа жизни и создания Америки, это, во-первых, рабство, и, во-вторых, истребление индейцев. Хороший индейец, только мертвый индейец. Это высказывание приписывают генералу времен гражданской войны в США Филиппу Шеридану. Но оно метко отражает политику колонистов еще со времен Колумба. Первооткрыватель Америки в своем дневнике восхищался жизненным укладом, дружелюбием и красотой индейцев. И тут же замечал, что европейцам ничего не стоит завоевать их и превратить в своих рабов. Чтобы практически полностью истребить коренное население Багамских островов, испанцам понадобилось всего 25 лет. После чего колонисты покинули разоренные поселения и не возвращались туда в течение целого века. Индейцы-араваки, которые встретили Колумба на Багамских островах в 1492 году отличались миролюбием. И по свидетельствам колонистов добровольно расставались со своим имуществом, делая подарки белым людям. В том числе и из драгоценных металлов. Вряд ли они подозревали, на какие поступки европейцы способны ради золота. Но вскоре им пришлось узнать об этом не понаслышке. Когда через три года после открытия Америки Колумб вернулся на Багамы, он был настроен получить все золото, которое только можно было раздобыть на островах. Разумеется, добывать его предполагалось руками индейцев. Если они хорошо справлялись со своей ролью, колонисты вешали им на шею медные жетоны. Если плохо, отрубали обе руки. Неудачливые золотоискатели, которых было большинство, умирали от потери крови. Тем, кто избежал этой участи, тоже приходилось не сладко. Занятые поисками золота для колонистов, они перестали заниматься земледелием и были обречены умирать от голода и европейских болезней. В Северной Америке колонистам пришлось сложнее. Там оказалось больше воинственных племен и серьезные конфликты с ними продолжались вплоть до конца 19 века. Основным предметом раздора была земля, которую индейцы вовсе не хотели освобождать для белых. Колонисты порой шли на временные компромиссы. Первый президент США Джордж Вашингтон счел, что коренные народы Америки вполне могут интегрироваться в англосаксонскую культуру. И действительно, так называемые пять цивилизованных индейских племен приняли христианство и стали фермерами, соседствуя с белыми семьями на юго-востоке США. У них даже были свои чернокожие рабы. Но продолжалось это до тех пор, пока белых фермеров не стало существенно больше, и они не положили глаз на индейские земли. Тогда началось движение за выселение индейцев. В 1830 году президент Эндрю Джексон подписал соответствующий закон, и все краснокожие фермеры под конвоем отправились на запад в Оклахому по тропе слез. Дорога получила это название, потому что мало кто добрался до нового места жительства. Из 17 тысяч индейцев племени Чокто около 6 тысяч умерло по дороге. Примерно такие же потери понесло племя Чироки, самое европеизированное из пяти. Так появились индейские резервации. В 1860-е годы эта практика станет повсеместной. За время колонизации больше тысячи коренных народов Америки вымерли целиком. На рубеже 19-го и 20-го веков начнется движение за сохранение культуры североамериканских индейцев. Характерно, что его основные деятели, метисы, отлично знающие англосаксонскую культуру. Писательница и актриса Полин Джонсон была дочерью индейского вождя и англичанки. И одной из первых под именем Текахион Ваке заговорила о колонизации с точки зрения индейцев. Полукровка Гертруда Симонс Бонин, которую Америка знает как Зид Калуша, начала собирать и записывать индейский фольклор. Она станет одной из самых видных гражданских активисток, сторонницей деятельного участия индейцев в жизни американского общества. В 1924 году права индейцев будут закреплены новым законом, который позволил им становиться гражданами США. А в 2010 президент страны впервые принес извинения коренным американцам от народа Америки. Есть такой праздник, 12 октября, День Колумба. Где-то его отмечают как большой национальный праздник, как в Америке, хотя не во всех штатах там есть местные особенности празднования. Где-то его отмечают как в Аргентине, по-моему, как День Расы. А вот, например, в Венесуэле, тот же Чавес, он его объявил Днем Национального Сопротивления. И там свергли статуи Колумба с Пьедестала. Это, собственно, день, который отмечает начало геноцида индейцев. Трагедия для всей Америки. То есть совершенно другой взгляд на всю Колумбовую историю, да? Да. Ну, да. Да, в этом плане Аляске больше повезло, ее стали осваивать позже, уже с некоторым пониманием другой культуры и возможности другой жизни. Поэтому там это проходило все мягче, но все равно. Ну, первый удар, видимо, приняли на себя центрально-американские индейцы. Вот мне кажется, тут в кино о фермерах, вот в этом кусочке, была затронута важная тема необходимость земель. Это то, что у нас сейчас очень, ну, активно. Понимаете? Это как революция. Это вопрос о земле для них. Это ведь в первую очередь. А без земли их нет. Во-первых, у них страстная, у коренных народов, я думаю, что это характерно для всех, у них необычайно развит культ предков. И вот земля, где они похоронены, она священная земля, она их земля. Поэтому вот то переселение, уничтожение так называемых неперспективных поселков на наш... Это не только на нашем севере. Мы потеряли нашу деревню, среднюю полосу. Да, да, да. Это для всех, я говорю, это в данном случае. А для них, когда население вот традиционного поселка редко превышало 60 человек, все друг друга знали, и была создана система взаимоотношений, потом, когда их сгрудили в поселки, Лорина сейчас полторы тысячи, там много приезжего населения, и много маленьких поселков. Вот интересно, как, например, в Лапландии с этим разобрались сами, то есть им первое, то, что, во-первых, у них там парламент есть свой, и они им даны права на землю. Они решают, кому там можно ли жить, кому нельзя, можно ли построить дом. То есть они даже фактически изъяты из национальной юрисдикции, эти земли, даны именно самим самым. Вы знаете, свое решение в Канаде, свое решение, скажем, на Аляске. А вот смотрите, у меня такое ощущение, что вот этим северным малым народам как-то повезло больше других. У них и больше политических прав. Смотрите, там, я не знаю, провинция Нунавуд в Канаде, Гренландия, у них свое самоуправление. Там договорные процессы. В Канаде договорные процессы. А может, к ним Европа позже пришла просто, да, не успели их так рубить под корень? Этот момент тоже есть. Этот момент очень важный, да. Это тоже важно. То есть туда пришли люди, которые уже понимали, знали хотя бы, может быть, не понимали, но знали, что это нехорошо. То есть сейчас как-то у них там степень развития национального даже самосознания, она гораздо-гораздо выше. Я вот, например, помню, смотрел канадский фильм, есть первый такой полнометражный фильм из истории инуитов, эскимосов, называется «Быстрый бегун». Атанарджуат на инуитском языке. А вообще эскимосы довольно успешно снимаются в кино уже начиная с 1920-х годов. Документальный фильм «Нанук с севера» о жизни канадских эскимосов вышел на экраны США в 1922 году и стал режиссерским дебютом Роберта Флаерти. Геолог по образованию, он больше года проработал в экспедиции на берегах Гудзонского залива и был поражен трудностями жизни коренного народа приполярной Канаде. Тогда же возникла идея фильма. В своей картине Флаерти решил достоверно показать обычаи и традиции эскимосов и отразить сложности борьбы за выживание в суровой полярной пустыне. Правда, некоторые исконные обычаи, показанные в фильме, результат постановочной работы. Охоту с копьем эскимосы специально изобразили для Флаерти. Они сами к тому времени уже пользовались ружьями. После выхода на экраны фильм был высоко оценен в Европе и США, так как открыл зрителю нового героя. Ну да, там Флаерти же обвиняли, в том числе. Ну вот этот жанр, тот сейчас называется mockumentary, да, такой постановочный документализм. Потому что, например, чтобы снимать в иглу, пришлось строить иглу с тремя стенами, иначе как там осветить-то внутри. Ну вы знаете, были такие замечательные люди, как Питер Фрейхен и наполовину эскимос Кнут Расмуссен. В Гренландии как раз, да. Гениальный человек. Он национальный герой гренландский. И да, здесь мне хотелось просто тоже добавить. У нас в предыдущем сюжете сказали о том, кто, в общем, начал беспокоиться о правах коренных народов. Метисы. Но речь не только о метисах. Могут быть метисы, это ли как у нас, иногда совсем не имеющие никакого отношения к коренным народам. Просто пораженные люди. Да, просто проблема иногда заключается в том, чтобы осознать, что происходит. То есть народы воспри... Вот когда происходит какая-то ассимиляция, уничтожение, они чувствуют трагичность ситуации. Но не могут понять, что надо сделать и как надо поступить. Поэтому здесь определенный момент, то, что у нас в свое время все-таки выросла интеллигенция коренных малочисленных народов, она помогла и нам осознать эту проблематику и помогла лучше подойти. Вот как бы многообразие мира, вот мы начали понимать лучшее, когда люди, изучая, знающие культуру, вот, ну, общероссийскую, скажем так, да, модернистскую, модернистскую, да. И знающие, изучающие культуру отдельных народов, они смогли объяснить эту разницу, показать величие культуры вот коренных народов. Потому что, с одной стороны, цивилизация вроде приносит несчастье этим народам, с другой стороны, приносит осознание и иногда помогает их возрождать. Помогает сохранить. Да, смотря какие цели мы ставим. Ну да, я думаю, что первая половина века это некое осознание, одновременно романтизация вот этой вот жизни севера. Скажем, здесь Роквилл Кент начал ездить туда, на Аляску, в Гренландию. Вот у нас... Ну, вы помните, как его книга называлась? Это «Я, Господи!» Я. Я на фоне остального. Да, да. А у нас, вот, мне кажется, тоже была своего рода северная романтика. Ну, так сказать, оставим в стороне там колобильды, да, там это самое, мы поедем, мы помчимся. Ну, вот даже вот посмотреть, скажем, фильм «Начальник Чукотки», где рисовались простые и бесхитростные чукчи. 1925 год. В Ленинградский университет поступает Первый Чукча. Там специально для молодежи малых народов был открыт Северный Рабфак. «Мы не сможем идти вперед, если не будем интенсивно работать над созданием собственной туземной интеллигенции», заявлял Анатолий Луначарский. Одним из этапов этой работы было открытие Института народов Севера, Вскоре не имевшие письменности чукчи получили алфавит. Сначала на основе латиницы, а затем кириллицы. Чукча на приемных экзаменах в институте. Впоследствии из этого сюжета родились многочисленные анекдоты. Гордый народ Чукотки, более полутора веков сопротивлявшейся русской колонизации, в фольклоре имперской митрополии предстает лишь в качестве карикатурного персонажа. В то время как в Чукче реальном нет ничего карикатурного. Он всегда был самостоятелен, свободолюбив и склонен к нестандартному мышлению, отчего историческая судьба этого народа изобилует весьма замысловатыми поворотами. Когда в середине 17 века русские землепроходцы подошли к границам чукотской тундры, обитавшие в ней оленеводы и морские охотники пользовались славой самых свирепых и безжалостных воинов, которые терроризировали не только всех своих соседей, но даже эскимосов Аляски. Чукчи принадлежат к самым древним народам, населяющим северо-восточную оконечность Евразии и северо-запад Северной Америки. Сами себя Чукчи называли народом Луар-Аветлан, людьми настоящими, высокомерно главенствуя над гораздо более многочисленными племенами коряков, юкагиров и этельменов. Чукчи угоняли их стада, убивая при этом взрослых мужчин и захватывая детей и женщин в рабство. Русская губернская администрация, располагавшаяся в далеком Иркутске, посылала в тундру экспедиции казаков, которые должны были уговорами, а если потребуется и силой, заставить местное население платить так называемый есак, ежегодную подать, взимавшуюся ценной пушниной. Платили все, кроме Чукчи. Нередко небольшие казачьи отряды, чьи командиры рассчитывали на устрашающий эффект пальбы из кремневых фузей, погибали в схватках с многократно превосходящими их силами Чукчей. А если удача оказывалась на стороне посланцев власти, Чукчи предпочитали покончить с собой, но не быть побежденными. В конце концов, Российская империя нашла форму сосуществования с Чукчами. Они не несли обычных инородческих повинностей, подать вносили добровольно, получая в ответ так называемые чукотские подарки, нередко превышавшие стоимость Исаака. Известную свободу Чукчи сохранили за собой даже при строгостях пришедшей на смену царизму власти Советов. Окончательно со своей воинственной независимостью они расстались лишь тогда, когда любая отдаленная точка Тундры стала достижима на аэросанях, самолетах, вертолетах и снегоходах. А вот показали, да, там немножко вот этих косторезов по моржовой кости, моржовому кулаку, вот у меня тоже вот этот вот так называемый пеликен, чукотский божок, одного, кстати, из самых известных мастеров у Еленской косторезной мастерской Тукай. Вот по большому счету, если пытаться взглянуть на, не знаю, на 70 лет, чуть меньше там советской власти, сколько там было, что такое основной советский подход? Это все-таки ресурсный к Чукотке, ну или вообще к Северу, или консервационный по отношению к народам Севера? Выкачать по максимуму или попытаться сохранить? То и другое, да. То и другое, да. Причем в разные периоды преобладало то одно, то другое. Да, и потом очень много зависело от людей, стоящих непосредственно у власти. Самое чудовищное это разрыв, культурные разрывы, которые произошли при советизации и произошли в 90-х годах. Поэтому поводы, я вспоминаю, один из чукотских анекдотов, когда спрашивают, какое чувство, что вы испытывали в Чукче до революции? Говорят, чувство голода и чувство холода. Что вы испытываете после революции? Говорят, три чувства. Чувство голода, чувство холода и чувство глубокого удовлетворения. Практически, я понимаю, что основная базовая кульнавыки охоты, шаманства тоже, это осталось? Вы знаете, если говорить для традиционных видов, когда забирают ребенка в интернат, он уже не будет ни хорошим, ни водом. После интерната обычно армия, и он приходит на берег или идет в стадо, уже после армии. Это как балет, надо учиться с молотом. В Сирениках, эскимовский поселок такой, который единственный остался на том же самом месте, ему две с лишним тысячи лет. Дети идут в школу, отцы идут в море. Полный разрыв. И сейчас вот, я бы не рискнула с молодыми делать те морские проходы, которые делала со стариками. А шаманство, все это борьба с кулаком и шаманом, она под корень все это вывела? Вы знаете, у разных наших народов по-разному. Но на Чукотке шаманов расстреливали, но люди, скажем, в сороковые годы последний шаман был великий морской шаман Экр, которого убрали с острова Аракам Чечен, такой замечательный остров есть. Вот. Есть люди, которые способны это делать. Остались какие-то такие приемы, насылания, там, порчи, чего-то еще, но шаманизма, как культурного, такого, большого явления, конечно, нет. Ну, знаете, шаманизм, мне кажется, возвращается, как-то сделав полный круг, через западную культуру, через, всякие, так сказать, вот эти практики нью-эйдж, да, интересы к этнографии. Ну, это такой маргарин, я бы сказала. Маргарин, но, тем не менее, шаманство, вот как вот этот самый бубен, оно возвращается в западную культуру, и, может быть, есть шансы на возрождение, ну, сохранение каких-то практик. Шаманизм, то есть взаимодействие человека с потусторонним миром с помощью специальных техник, был так или иначе присущ большинству народов Земли, так считают историки. После распространения христианства, а потом ислама, шаманизм оказался вне закона и сохранился только в отдаленных уголках мира среди народов, ведущих традиционный образ жизни. Интерес к шаманизму возрождается в 60-е годы 20-го века, когда европейское общество начинает искать новые пути духовного развития. На этой волне культурным героем становится Дон Хуан, шаман из Мексики, чьи практики были описаны антропологом и этнографом из Лос-Анджелеса Карлосом Кастанедой. Сегодня практики шаманизма вызывают все больше интересу европейцев. Им посвящены научные исследования и множество документальных фильмов. И художественных фильмов я вспоминаю, скажем, «Кукушка», один из моих любимейших фильмов Рогожкина, где вот это вот Анну, сосамская девушка, она вот в этот вот бубен, тут у нас хакасский такой бубен с колотушкой, ну не совсем настоящий, но тем не менее, так сказать, изображающий здесь мироздание, вот так вот, вот она стуча, возвращает из царства мертвых смертельно раненого солдата. Да, вы знаете, шаманизм явление очень сложное и далеко не все люди могут это делать. И интерес Запада, он так же, как к йоге, к другому. Но это иногда опасно, когда вот немножко попсовое, потому что это так же, как вот йога, я тоже вспомнил, но ведь йога, что такое в Европе? Это система неких упражнений. Физических. Да, а мировоззрение-то здесь совсем не подключено. Вы знаете, вот эта суррогатная культура, которая сейчас распространена в европейском обществе на базе древних культур, она действительно опасна, потому что вот люди там посидели в этой позе или побили в бубен, или сделали заклинание, и они думают, что они приобщились к этому. Вот я просто как пример приведу. Огромное значение, но я больше всего работала с эскимосами. У эскимосов так же и у чукчей. Имеют топонимика местная. Поскольку все одушевлено, я помню, мы идем по тропинке, я ногой отшвырнула камень, и эскимос Гальгауге говорит, а там душа. Они, во-первых, верят, все народы, в реинкарнацию, в переселение душ, и сейчас ты человек, а потом ты этот камень. И вот у них каждое буквально местечко имело свое название. Они очень тяжело переживали, что их дети и внуки теряют знание места. А, скажем, огромный, огромная лексика по ландшафтам, в том числе морским, но только вот этот или тот у эскимосов существует 17 названий в зависимости от близости к говорящему. И в море иначе нельзя. Они прекрасно ориентируются. То же самое, как у эскимосов, по-моему, известный лингвистический пример, есть 30 слов для обозначения снега. Больше. Мы сейчас сделали ледовые словари, и вот в Уилене Получукчанка, ну, замечательная женщина, Виктория Гопцева, она собрала 140 названий различных льдов, причем для каждого названия следует значит руководство для охотника. Чем опасен этот лед, что на нем можно делать, как к нему относятся звери. То есть это вот объемное такое руководство. Это не универсальный морской лед вот в научном плане. Вы знаете, вот в заключение нашего разговора хочу рассказать некую такую вещь из жанра альтернативной истории, которую я нашел совершенно случайно на сетевом ресурсе. И автор этой истории задается вопросом, а что если Чукчи, которые тогда победили этих казаков, сборщиков налогов, развили бы свой успех и дошли бы до Москвы? История пошла бы совершенно другим путем. И была бы, значит, столица империи Анадырь, а Москва была бы на самом краю империи, рядом с... Проревизированной городишкой. Да, провинцией, городишкой, фактически дальней провинцией. Вот там рассказывается от имени чукотской девушки, которая самолет летит только до Казани, из-за надыря, а дальше надо ехать поездом с Казани до Москвы, а там сидят чукчи и травят анекдоты про москвичей, которые начинается «Приехал москвич в Анадырь». Так что уже в самом заключении хочу еще раз подчеркнуть, что они не малые народы, а они коренные народы. Это те корни, которыми мы держимся в земле. И без корней древо жизни очень быстро погибнет. Я благодарю вас за участие в нашем разговоре, Людмила Сергеевна Богословская, доктор биологических наук НИИ культурного и природного наследия. Спасибо. И Алексей Станиславович Автономов, доктор биологических наук Институт государства и права Российской Академии наук. Спасибо. Это была программа «Власть факта». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. До встречи на телеканале «Культура». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова